На телеканале НДС РБК новости смотрите сегодня. Умск пустят по умеру. Мэрия должна найти 13 миллиардов рублей на капитальный ремонт жилых домов. Есть вопрос, ответа нет. Что о МИЧИ так и не услышали во время прямой линии с чиновниками по ситуации с ЖКХ? Самореализация за государственный счет. Куда пойти учиться, чтобы не было мучительно больно за потраченный на диплом 4 года? Получать больше президента нельзя. Почему депутаты не поддержали инициативу ограничить доходы топ-менеджеров зарплатой первого лица государства? Ответ в обзоре прессы. Смотрите прямо сейчас. Стрелки омских часов решили оставить в покое. Депутаты законодательного собрания не поддержали инициативу перевода Омской области на новосибирское время. Инициатор перевода региона в другой часовой пояс обосновал свое предложение тем, что о МИЧИ получат плюсом еще один час светлого времени суток. Однако парламентарии посчитали перевод стрелок нецелесообразным. Так что Омская область останется единственным регионом России с трехчасовой разницей с Москвой. Ранее эксперты заявили, что нынешнее Омское время максимально приближено к астрономическому, а значит самое комфортное для организма человека. Администрация Омска может окончательно погрязнуть в долгах. Правительство России поддержало законопроект, обязывающий муниципалитеты за счет бюджета ремонтировать многоквартирные дома, необходимость в капремонте которых была признана еще до приватизации. Документ устанавливает четкий механизм выполнения этой обязанности. Путем перечисления средств из бюджета на счет регионального оператора, либо на специальный счет, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минстроя России. Проблема в том, что состояние жилого фонда в Омске оставляет желать лучшего. Еще до рассмотрения законопроекта в Кремле, амичи начали массово подавать на мэрию в суд и выигрывать дела. Сегодня судом принято свыше 600 решений в пользу горожан, обязывающих администрацию провести капитальный ремонт домов за счет муниципального бюджета. Для этого требуется изыскать в городской казне дополнительно 13 миллиардов рублей. С учетом того, что доходы бюджета на 2016 год составили всего 12 миллиардов рублей, есть все шансы, что мэрии придется объявить город банкротом. Бег по кругу или ЖКХ-марафон. Чиновник мэрии целый час дежурил на горячей линии, пытаясь ответить на самые волнующие вопросы. Вот и первый звонок. Председатель комитета дома по улице Химиков жалуется, что ресурсники заставляют ее и других жильцов сдавать показания счетчиков только в электронном виде. Для этого придется покупать компьютер. И затраты лягут, разумеется, на собственников. Чиновник департамента городского хозяйства мэрии Дмитрий Котов, конечно, объяснил, что требовать жильцов никто ничего не может. Но правду у него все равно искать не стоит. Запишитесь на личный прием к руководителю ресурсоснабжающей организации и получите ответ на интересующий ваш вопрос. Ответы я сейчас не получила. Получается замкнутый круг. Но представитель мэрии разводит руками. Такова система. Муниципальная власть не может контролировать ни управляющие компании, ни ресурсоснабжающие организации. У некоторых горожан на этот счет есть другое мнение. Жительница Севнисхоза, с трудом сдерживаясь от нецензурных слов, высказала все, что думает о современной системе ЖКХ, КТОСОВ, да и вообще о муниципальной власти. Скоро карманы придется раскрыть еще шире. В 2017 году хотят ввести в отдельную новую графу старую коммунальную услугу – вывоз мусора. Но как, сколько и главное, за что конкретно будет платить население, местные чиновники пока сказать не могут. То ли с квадратных метров будут начислять плату, то ли с количества жильцов. Да и куда вывозить мусор – неизвестно. До сих пор не построены ни полигоны, ни сортировочные центры. В настоящее время рассматривается вопрос о переносе сроков исполнения этого закона. Возможно, эти сроки переносут. Выходит, федеральному центру проще отложить сроки исполнения закона, чем дождаться эффективной работы на местах. Марафон вопросов без ответов продолжался целый час. Да и не марафон он больше, скорее медленная бесполезная ходьба по кругу. Дозвонились только шесть амичей. То ли линия была не слишком прямой, то ли горожане уже давно поняли, что не спроси, платить все равно придется из своего кармана. 25 человек погибло, свыше 200 получили ранения. Омские магистрали официально признали небезопасными. В рейтинге безопасности российских дорог Омская область заняла 44 место. Всего в исследовании оказались включены 53 региона с населением свыше 1 миллиона человек и протяженностью дорог свыше 5000 километров. Неудовлетворительные дорожные условия на территории Омской области стали причиной 1270 ДТП. Для сравнения, из-за состояния магистрали в соседней Тюменской области произошло всего 160 аварий. Тюменцы, кстати, и возглавили рейтинг безопасности. За лысую резину будут наказывать, так же, как и за использование зимних покрышек летом. В правительстве России поддержали инициативу депутатов Госдумы о штрафах в размере 2000 рублей за использование летних автомобильных шин зимой и шипованных летом. Эти нормы могут вступить в силу уже в этом году. Особое внимание планируется уделить глубине рисунка протектора, а также износу шин. Законопроект учитывает специфику регионов и предоставляет право на местах определять, когда именно начинается и заканчивается зимний период. По словам авторов законопроекта, российским производителям шин был предоставлен достаточный срок – 4 года, чтобы в полной мере адаптировать производство автомобильных шин к новым техническим требованиям и обеспечить автовладельцев достаточным количеством покрышек. Активность бизнеса и потребительские ожидания граждан растут, однако эксперты советуют россиянам не предаваться оптимизму. Деловой климат в России по-прежнему остается неблагоприятным, а существенное сокращение среднего класса может привести к раскручиванию инфляции. Объемы внутреннего потребления снижаются вслед за падающими доходами населения. Розничные продажи в стране упали до рекордного за последние два года минимума. Согласно опросам, 14 миллионов россиян перестали относить себя к среднему классу, приравняв к малоимущим. По мнению специалистов Центробанка, усиливающееся социальное неравенство усложнит контроль инфляции. Советник президента Сергей Глазьев занял еще более жесткую позицию, заявив, что в России растет угроза девальвационного шока. Единственный выход – наращивать бюджетные расходы за счет целенаправленной выдачи кредитов. Однако нынешняя экономическая политика Центробанка в корне отличается от этих предложений. В частности, финансисты настаивают на секвестировании расходных статей бюджета, что в свою очередь, по мнению Глазьева, приведет к дальнейшему падению спроса. Обязательно закончи институт. Практически каждый одиннадцатиклассник слышал эти слова от своих родителей. Но парадокс российской системы высшего образования. Даже закончив ВУЗ, работу с достойной зарплатой студенту никто не гарантирует. Что делать с молодыми выпускниками ВУЗов, забракованными работодателям из-за отсутствия опыта, озвучивают свою главную проблему участники форума студенческих инициатив. Число безработных молодых специалистов с каждым годом становится все больше. Студентке первого курса ОМГТУ Амине Исеновой крупно повезло. Еще до поступления в ВУЗ девушка знала, кем хочет быть, а главное, знала, где будет работать. Я уже давно хотела работать, быть именно инженером, а завод Баранова был всегда мне известен. В общем-то я знала, куда шла и знала, чем я хотела. Где лучше пройти стажировку? Как выбрать предприятие для туда устройства и защитить свои права? Ответы на эти вопросы учащиеся ВУЗов ищут на форуме студенческой молодежи «Российская студенческая неделя». Площадка форума – отличная возможность работодателям и студентам присмотреться друг к другу. Сложная экономическая ситуация заставляет частные компании сворачивать программы стажировок. 11% фирм уже отказались от этого направления, а 42% стажировку существенно сократили. В 4 раза увеличилось количество компаний, которые почти не набирают новых сотрудников. А те, что продолжают работу с молодыми специалистами, высказывают претензии к качеству подготовки выпускников ВУЗов. В специалистах вообще, в молодых в частности, нуждается экономика. И, конечно же, прежде всего, когда мы говорим об успехе того или иного бизнеса, того или иного региона, это, конечно, прежде всего люди. Молодежь – наше будущее. Без красивых лозунгов на форуме не обошлись. Сложнее понять, как это будущее обеспечить рабочими местами, да еще и на благо экономики региона и страны. По статистике, почти каждый третий дипломированный специалист не может найти себе применение. На сегодня безработных выпускников ВУЗов России около 2 миллионов человек. При этом на федеральном уровне официально объявлено – программа целевого набора – полная профанация. Только в 2016 году расходы бюджета России на высшее образование составили более 500 миллиардов рублей. Однако, качество подготовки специалистов не соответствует запросам работодателей и требованиям экономики. Многие, кто сегодня учится по программе целевого набора, пришли в ВУЗы так же, как Иван Атеев. Я не знал, куда пойти. Тут предложили взять целевое от завода «Бараново». Я, не задумывая, пошел, сходил, взял целевое. Приехал в политех, сдал рекоменты, пришел 1 сентября и начал учиться. Конечно, и среди случайно пришедших в профессию наверняка найдутся талантливые специалисты. Однако, говорят на форуме, в будущей экономике нельзя отдавать на откуп случаю. Необходимо четкое планирование. Иначе лет через 5 место нынешних безработных юристов и экономистов вполне могут занять таможенники, режиссеры и дизайнеры. Омских учителей будут готовить в Сингапуре. Образовательными технологиями профессионального развития педагогов во время рабочего визита в Сингапур заинтересовался губернатор Виктор Назаров. Итог переговоров – подписание меморандума о сотрудничестве в сфере образования. Специально для подписания документов в Омск приехал президент Союза преподавателей Сингапура Майк Теруман. Мы не будем говорить, что собираемся кого-то обучать. Мы собираемся наше сотрудничество преподнести под соусом обмена информацией. Мы собираем все, что есть лучшее по всему миру, сводим это в единую систему, адаптируем под свои нужды и можем с вами этим поделиться. Омские кондитеры завоевывают мировой рынок. По данным таможенной службы, в прошлом году Амичи подсластили жизнь гражданам дальнего зарубежья на 290 тысяч долларов. В Министерстве сельского хозяйства региона подтверждают, продукция омского производства экспортируется более чем в 60 регионов страны и зарубеж. Особой популярностью омские торты и конфеты пользуются в Китае. А омские кондитеры входят в ту десятку экспортеров наряду с производителями из Ростовской, Московской, Курской, Самарской и Кемеровской областей. В этом году наблюдается положительная динамика в объеме экспорта. В отношении России в ближайшее время могут быть объявлены новые экономические санкции, пишут аргументы и факты. С такой инициативой выступили представители властей США, в понедельник нашедшие поддержку у Германии и Великобритании. По их мнению, экономическое давление поможет остановить Россию от вмешательства в сирийский военный конфликт, в котором сегодня терпят поражение противники Башара Сада. В российском МИДе сравнили реакцию американцев с рефлексом собаки физиолога Ивана Павлова. По мнению дипломатов, США начинают говорить про санкции, как только их что-то не устраивает в поведении России. Эксперты отмечают, что она по пятну России не пойдет и скорее выберет путь Кубы, которая жила под санкцами более 50 лет. Реальные доходы населения снижаются в России третий год подряд, констатирует московский комсомолец. По данным Росстата, в январе-августе этого года они сократились на 5,8%, при этом в последний месяц лета спад ускорился до 8%. По данным Росстата, число россиян, чей доход ниже прожиточного минимума, превысило 21 миллион человек. В начале прошлого года число граждан с такими доходами составляло 16 миллионов. Так стоит ли надеяться на светлое будущее? Советовать в данном случае гадать на кофейной гуще. С одной стороны, в 2016 году зарплаты россиян выросли по сравнению с 2015 годом. В среднем по стране они повысились на 12%. С другой стороны, это касается только номинала в национальной валюте – рубле. Если взять тот же показатель в долларах, то наблюдается проседание. Наша средняя зарплата по-прежнему меньше, чем в Грузии, Прибалтике и многих странах бывшего соцлагеря. Но есть надежда, что просвет в оконце россиян тем не менее наметился. Реальные доходы населения достигнут до кризисного уровня к концу 2018 года, утверждает министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Впрочем, произойдет ли восстановление – загадка. В правительстве нарастает дискуссия о том, надо ли увеличивать налоги малому бизнесу в ближайшую трехлетку. Как стало известно, коммерсанты Минэкономики направило в Минфин письмо, о котором не поддержало законопроект финансового ведомства о повышении единого налога на вмененный доход в 2017-2019 годах. Также Минэкономики считают, что налоговый вычет до 18 тысяч рублей на обводимые онлайн-кассы должен быть предоставлен всем налогоплательщикам, а не только индивидуальным предпринимателям. Схожее заключение на этой неделе Минэкономики направит и в Белый дом. Напомним, закон о поэтапном переходе предприятий торговли и услуг на контрольно-кассовую технику, которая сможет передавать налоговикам информацию о расчетах в электронном виде, был принят в июле этого года. Еще до этого Владимир Путин пообещал налоговые вычеты для индивидуальных предпринимателей, которым придется приобретать такие онлайн-кассы. Эта мера тоже зафиксирована в антикризисном плане Белого дома. Платящие ЕНВД и работающие по патентной системе смогут уменьшить сумму налога на расходы по приобретению новой контрольно-кассовой техники в случае, если зарегистрировали аппарат в налоговой инспекции в 2018 году. Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект, в соответствии с которым предельный размер зарплат топ-менеджеров госкомпании предлагалось ограничить зарплаты президента России, пишет РБК. Автором законопроекта являлся справедливый вороз Олег Нилов. По его словам, больше президента в стране никто не работает, не рискует всем, не вносит столько труда, а значит и получать не может больше, чем президент. В ходе обсуждения документа в комитете отмечало, что даже в случае принятия такого закона его нормы работать не будут, так как ограничение на размер зарплаты топ-менеджера легко можно будет обойти за счет выплаты премий и различных бонусов. В итоге большинство членов комитета выступили за отклонение законопроекта. Ранее за ограничение уровня оплаты топ-менеджеров госкомпаний и зарплат руководителей госучреждений и группов выступал Минтруда. Однако в итоге эти предложения в антикризисный план правительства не попали. Следите за новостями на нашем канале.